Карина Дёмина Восток Глава первая, в которой леди находит приключения Он был женат пять раз, а потому в ведьмах понимал куда больше иных храмовников Из жизни обывателя Дорогая, его губы коснулись ладони, и прикосновение их обожгло даже сквозь перчатку Кровь моментально прилила к щекам Эвы, а сердце заколотилось с такой силой, что стало страшно Все будет хорошо, дорогая, поверь мне Эва кивнула Вот, выпей Человек, лучше которого в мире не было, поднес флягу Три глотка Первый дался тяжелее всего Содержимое фляги было густым и тягучим, а еще горьким и одновременно приторно-сладким Что-то было в нем знакомое, напоминающее запахом содержимое хрустального графина-матушки Того самого, трогать которой Эве было запрещено строго-настрого А еще из фляги пахло травами В любой момент Эвы могут хватиться, и даже, даже с учетом того, что Энни обещала, даже клялась своей красотой Это еще ничего не значит. И надо спешить. А Эва опять неспособна сделать даже такую малость, которая от нее зависит Всего-то надо Второй глоток и ощущение липкой сладости, которое хотелось смыть водой Но воды нет, а есть хрупкие руки Стефана Умница, девочка! Осталось немного Сейчас ты уснешь Очень крепко уснешь Его голос теперь звучал мягко Но флягу Стефана не убрал Давай еще Пей, милая, пей Травы Чебрец, собранный на растущую луну Безобидная травка, как полагают многие И аптекари согласны Сущая правда, между прочим, полезная даже И лихорадку лечит, и легочные хвори, а еще многое иное Но это, если обычный Для Тори собирали иной чебрец, что появлялся на краю старого семейного погоста Хрупкие лиловые веточки ломались в пальцах и норовили вовсе рассыпаться трухой Матушка тогда поджимала губы И в этом снова виделся упрек Будто... будто Эва виновата в том, что случилось Голова закружилась Ляг Стефана не бросил ее Закрой глаза Не сопротивляйся Поверь, все будет хорошо Кажется, на Эву швырнули плащ У чебреца вкуса почти нет, только аромат Некоторые мешают его с чаем, но матушка полагает, что это признак дурного вкуса Чай, если и можно с чем мешать, так это с молоком и лимоном, и то Мысли путались Ну что она? Крепкая Голос Стефана доносился издалека И сделался таким... таким незнакомым Из-за зелья Могильный чебрец приносит облегчение при болях И способен снимать судороги Особенно, если смешать его с аконитовым соком Но и аконит нужен особый Болотный, черный Он ядовит, а потому следует проявлять особую осторожность И капли на коже хватит, чтобы сердце забилось быстрее И еще быстрее, и... Других вон с глотка вело, а это три сделало Немноговато? В самый раз Ну не знаю, она вон какая-то белая вся Не окочурилась бы ненароком Шеи коснулись ледяные пальцы Потом они же перехватили руки Много ты понимаешь Это ведь леди В голосе Стефана прозвучала такая нежность Что Эва с трудом удержала улыбку Все будет хорошо Все обязательно будет хорошо Она ведь... Она поступает дурно Но матушка и темпачи отец Никогда не дали бы согласия на брак Пусть даже других желающих взять Эву в супруги и нет Так что... Как и родители Стефана будут против Ему предназначали другую невесту Пусть даже о помолвке еще не объявили Но ведь слово было дано Сама эта мысль заставляла душу гореть огнем И Стефана тоже не был рад Вот и предложил побег А Эва все не соглашалась Не соглашалась Пока не представила Как она будет жить дальше Одна Старая дева И вечная сиделка при торе А она ведь не виновата Она ведь действительно не виновата И... Эва решилась Она оставила письмо Энни передаст Потом, позже И матушка, конечно, рассердится И отец Но поймут Обязательно Поймут и простят И потом Эва вернется домой Она обязательно вернется Пусть не сразу Но когда Стефана получит дядюшкин титул И она сама станет графиней Графиня Шербери Это ведь красиво Они и простят И обрадуется Живая Пальцы убрались Просто силы в ней прилично Хоть с виду и не скажешь Но камушек еще не ошибался Видишь, как ярко горит Стало быть, не просто одаренная А с сильной искрой Заказчик будет доволен Плащ накинули на лицо И дышать стало неудобно А на плащ швырнули сено И еще И... Так надо Для безопасности За Стефана тоже следят Странно, что мысли не исчезли Обычно, когда Эва засыпала Она не видела снов Но просто проваливалась В густую тягучую черноту А тут Такое ощущение странное Тело вот она тоже ощущает Все И мизинец на левой ноге Натертый новыми ботиночками И даже прыщ на пояснице Которому горничная Прикладывала Корпиус И тело тоже Мысли плавали-плавали И приходилось делать усилия Чтобы задержаться хоть на чем-то Брат уехал Вовремя Он бы точно не допустил побега И долго, нудно бы отчитывал Эву А Стефана Нет, он хороший А Бертрам просто не понимает Каково Эве Никто не понимает А Стефана понял И... и чудо, что он есть Эва потянулась к нему И поняла, что это происходит снова Она не хотела Она... она боялась Но теперь страх тоже был Каким-то не таким Из-за трав Кладбищенская ромашка Имеет особый вкус Правда, почему-то только Эва его ощущает Может, права, матушка Что дело не в ромашке А в мнительности Эвы И... и в том Что ромашку добавляли В вечерний отвар Вместо чая Вот она и привыкла Под вкусом ромашки Хорошо маскировать иные травы Красную кровохлебку И ядовитый лютик Тот, который болотный Странная смесь Если разобраться Эва знает о свойствах И поднимается Выходит и... Видит Себя Укрытую плащом Солому, которая не слишком чиста А местами и вовсе смешана С каким-то мусором Крышку, которую ставят на ящик И сверху Наваливают мешки От мешков исходит дурной запах Который пробивается вниз Под крышку И будь Эва в сознании Она бы точно лишилась чувств От этой непередаваемой вони Ящик зацепляют И тянут Ставят на повозку К таким же ящикам И Стефана деловито ходит вокруг Беспокоится Хоть кто-то беспокоится о ней Об Эве И от радости Становится легко-легко Настолько Что нить Соединяющая душу с телом Истончается до крайности И Эва Заставляет себя успокоиться Надо После того происшествия Матушка Строго-настрого Запретила ей использовать дар И правильно Ведь могло бы повториться И вовсе К чему это Девушке Из хорошей семьи Надо думать О вещах Действительно Важных Например О замужестве А не о путешествиях Души вне тела Не жалко ее Поинтересовался Кривой И поразительно Некрасивый человек Забираясь на козлы Он и двигался Как-то боком Да и Эва Видела темное облако Окружавшее этого человека Проклятие И давнее Пусть даже Несформированное Неоформленное И какое-то Какое-то Не такое Будто сплетенное Из разных Точно Как интересно Эва впервые Такое видит Сама дура Пожал плечами Стефана И ловко забрался В фургон Тот был грязен И невзрачен И ничем-то Не отличался От прочих Заполнивших городок Вот возница Цокнул языком Свистнул И меланхоличная лошадь Тронулась с места Загрохотали колеса По мостовой И ящики Затрясло Будь она В сознании Стефана Пополз Куда-то Вперед Где обнаружился Закуток Отгороженный От основной части Фургона Доской Места там Было мало Но Стефана Всегда отличался Какой-то Невероятной Хрупкостью И это Его смущало А Эви Вот Наоборот Нравилось Виделось В этой хрупкости Нечто Да нельзя Все изысканное Благородное Как в книге Где сила Не важна А главное Красота Души Ехали И ехали Долго Она уже И заскучала Верно Поэтому И решилась Но еще Потому что Возвращаться В тело Не хотелось Категорически Ладно Когда оно Просто спит Но сейчас-то Тело Лежало Запертое В темном Ящике А его Окружают Вонючие Мешки Но до чего Ведь хорошо Вышло Матушка С утра Получила Письмо Что брат Возвращается Правда Толком Эва Не поняла Один ли С невестой Или И останется Ли та невестой После возмутительного Побега Матушка Когда о нем Узнала Чувств Лишилась А потом Неделю Вовсе В постели Провела С мигренью И недомоганием Правда Услышав Что Бертрам Отправляется Следом Как-то взяла Письмо Получила И обрадовалась И вовсе В городской дом Отбыла Потому как Его надлежало Подготовить К возвращению Брата А еще С собой Камилу Прихватила Которая В ином разе Точно Заподозрила Камилу И тряпицу Камилу Сомневалась Влюблен Не расстраивала С утра С утра В рот Камилу 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 Камилу